Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между общецерковной аспирантурой и докторантурой имени святых Кирилла и Мефодия и синодальным информационным отделом. Церемония подписания прошла в отделе внешних церковных связей Московского Патриархата в рамках курса повышения квалификации для руководителей информационных отделов епархии. Они организованы в рамках патриаршей программы для высшего и среднего кадрового резерва православной церкви. Подробности в материале Галины Ледвиной. Подписи под документом поставили ректор духовной школы, митрополит Волоколамский Ларион и председатель синодального информационного отдела Владимир Ли Гойда. На церемонии присутствовали слушатели курсов повышения квалификации для руководителей информационных отделов епархии. В слове, обращенном к собравшихся, митрополит Ларион подчеркнул, задачей церковных пресс-служб является выстраивание гармоничных отношений с внешним миром. Если структура, отвечающая за связь с медиа-сообществом, выстроена правильно, то специалистам епархиального управления через средства массовой информации удается участвовать в формировании общественного мнения. От современных служителей церкви требуется не только компетентность в тех областях, которые мы изучаем в духовной школе, но также и понимание механизмов функционирования различных социальных и общественных институтов. Мы должны быть в курсе общественных процессов, которые происходят в нашем Отечестве и за его пределами. Мы должны понимать, почему те или иные явления случаются в политической жизни. Для вас, руководителей информационных отделов епархий, мы подготовили интенсивный курс, который позволит вам ознакомиться с различными сферами церковной деятельности. Краткосрочные курсы созданы совместными усилиями общецерковной аспирантуры и докторантуры и синодального информационного отдела. Духовная школа занимается подобными программами со дня своего основания. Она была создана по инициативе патриарха, как специальное высшее учебное заведение православной церкви, где получают образование сотрудники синодальных и епархиальных отделов, разрабатываются учебные программы как для традиционных кафедр, так и для новых. Общая церковная аспирантура и докторантура за относительно недолгий срок своего существования стала не только ведущим учебным заведением Русской Православной Церкви, где реализуются базовые программы образовательные, но и первым и пионерам, скажем так, в таком важном деле, как повышение квалификации. Среди участников курсов, а это порядка 40 человек, значительная часть представляет новообразованные епархии. Курсы для руководителей пресс-служб епархии на базе аспирантуры проходят впервые. И, как говорят слушатели, опыт очень удачный. За те дни, что мы находимся здесь на курсах, мы прослушали множество интересных лекций официальных спикеров Русской Православной Церкви, руководителей синодальных отделов, ведущих журналистов и докторов православных и церковных СМИ. Нужно быть профессионалом своего тела, нужно знать работу СМИ, правила подачи информации, правила комментирования той или иной ситуации, расставления акцентов. Руководители пресс-служб, редакторы сайтов бесценную информацию получали от умудренных опытом коллег в информационном агентстве «Россия сегодня». Участникам курсов рассказали о новых медиа и законах аудитории, о принципах работы епархии со светскими СМИ. Поделились опытом создания фотослужбы и фотоархива епархии на примере пресс-службы Святейшего Патриарха. Полученные знания позволят грамотно представить позицию Православной Церкви в обществе и сформировать объективное отношение к ней.